Сколько тебе лет? Уже исполнилось? А кто ты познакомился? Третья. Твой сложный знак. Ты готова работать? Трудишься? Каждый день тренируешься? Да, сколько тренировал? Ты молодец. И УФП есть? Умница, хореография занимаешься? Вот видите, девочка занимается всем их и готова работать. Поэтому наш спорт будет жить вечно. Правильно? Благодаря вот таким трудягам, старательным детям. Удачи тебе. И ни пуха тебе, ни пера. Молодец. Когда мы говорим о долговечности фигуристок, то первые две, кто приходит в голову, это Алена Леонова и Елизавета Туктамышева. Но сразу после них, как это ни странно, можно вспомнить Елену Родионову. И если мы конкретно рассмотрим Лизу Туктамышеву и Елену Родионову, обе фигуристки четыре раза отбирались в финал взрослого гран-при. Но если в случае Туктамышева это было беспорядочно, после своего успешного сезона 14-15 она три года не могла попасть в финал. А вот Елена Родионова – это единственная российская фигуристка из последних поколений, которая умудрилась четыре раза подряд отобраться во взрослый финал гран-при. Да, конечно, здесь можно сделать поправку на то, что в то время именно на этапы гран-при во взрослые соревнования допускались фигуристки с 14 лет. То есть если фигуристка родилась до 1 июля и ей 14 лет, то она имела право выступать на взрослых этапах гран-при, но больше нигде. То есть чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры – там все было строго, как и сейчас с 15 лет. Но вот в серии гран-при было такое исключение. Но тем не менее, она одна единственная фигуристка из России, из нового поколения, мы не берем там Слуцкую или Бутырскую, которая четыре раза подряд отбиралась в финал гран-при. И первая фигуристка, которая это сделала четыре раза. Елизавета Туктамышева только в этом сезоне присоединилась к ней в этом плане, приняв участие в своем четвертом финале гран-при за всю карьеру. Также, если мы посмотрим на юниорские достижения Лены Родионовой, то да, условно, она, конечно, пропустила весь юниорский сезон, так как она выступала по-взрослым, но по причине того, что она не могла выступать по возрасту на чемпионате мира, да и она третья была в чемпионате России, то она второй раз подряд приняла участие в юниорском чемпионате мира, который выиграла и стала первой фигуристкой в истории с двумя титулами чемпионки мира среди юниоров. И вот спустя пять лет Саша Трусова повторила данное достижение. Вообще говоря о Лене как о фигуристке, она, безусловно, была яркая на льду, но вместе с тем в ее катании было множество проблем. Я вот до сих пор помню комментарии Тары Липински на чемпионате Европы 2015 года, где, грубо говоря, за первое место сражались только две фигуристки Лиза Туктамышева и Лена Родионова. И на контрасте вот этих двух выступлений Тара Липински называла катание Лены юниорским, особенно на фоне Лизы Туктамышевой. Но это была не главная проблема, Лена тогда нормально откатала все свои программы, но даже с юниорского чемпионата мира 2014 года уже были видны проблемы с прыжками. Да, Лена имела много дорогих каскадов, особенно судя по тем временам, потому что немногие прыгали тот же Тройно Луц с Тройным Тулупом. Но даже взять вот этот Тройно Луц и Тройно Тулуп в произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров 2014 года, то есть фигуристке на тот момент 14-15 лет, возраст самое то для прыжков, и тем не менее уже была грязь на приземлениях. Практически каждый прыжок Лена вытягивала. Не было четких и классных приземлений. Все было на тоненького. Что интересно, со временем ее прыжки немножко улучшились. Мне особенно очень нравился ее Тройной Флип, который, наверное, был единственный прыжок без недочетов на приземление. Да, это, конечно, парадоксально, потому что на Тройном Флипе у Лены было неверное ребро. По юниорам у нее постоянно стояло Е в протоколах. Но с каждым сезоном ее Флип становился лучше. И вот в последний год-два у нее на Флипе было нормальное внутреннее ребро. То есть даже неясного не было. И для меня до сих пор загадка, зачем она прыгала Риттбергер вместо Флипа. При том, что Риттбергер у нее выходил гораздо хуже. То ли она на тренировках так плохо выкатывала с Флипом, что решила заменить на Риттбергер. Но в реальности получалось, что чаще всего ее Риттбергер был не очень хороший. Так вот, почему мы затронули технику? В последних сезонах все это вылезло наружу. Практически каждый прыжок недокручен. И огромные проблемы с Акселем и тем же Риттбергером. И это мы еще не говорим о том, что она значительно выросла. То есть была бы у нее техника получше, шансы сохранить прыжки остались бы. Но тут получилось так, что одно наложилось на другое, и мы имеем, что имеем. Также, конечно, обидно, что Лена на международных соревнованиях так и не смогла пробить отметку 140 баллов. Ее самый высокий результат в произвольной программе это 139,53. Что, кстати, примечательно, данное достижение было установлено на Ростелекомкапе. То самое, где Евгения Медведева потерпела одно единственное поражение в предстоящих двух беспроигрышных сезонах. Так что, подводя итог, Лена у нас так или иначе вошла в историю фигурного катания, став первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Одно это уже является потрясающим достижением. Ну и нам остается поблагодарить Лену за то, что, несмотря на все трудности, о которых я уже сказал выше, она тем не менее умудрялась из раза в раз попадать в финалы Гран-при и зарабатывать медали для нашей страны.